Большинство болельщиков знают о Мачо-звезд только то, что показывают в трансляции. Однако Мачо сопутствует масса мероприятий, содержание которых мало, когда становится достоянием общественности. Сейчас откроются двери и начнется история о том, какой он изнутри. Доброе утро, я Майкл Гарнетт, а сегодня Мачо-звезд. Подождите, если честно, то все начиналось на день раньше, в самолете Москва-Рига, в котором летели хоккеисты. Здравствуйте, мы летим в самолете в город Ригу на Мачо-звезд. Вот группа из Омского авангарда летит, общается очень много, смеются. Отлично, но в глазах пока не видно. Как полет проходит? Хорошо, на площаде 10 тысяч лет. Хорошо, достаточно. Как дела? Эй, нормально. Нормально. По-русски? По-русски чуть-чуть. Чуть-чуть. Еще не научишься, научишься. Эй, Борис. Борис, хорошо. По-русски. Увидимся. Я хочу спать. Я буду звонить моим родителям, так что... Держи. Добрый вечер. Добрый вечер. Какое время вы готовы к вечеринке? Все хорошо, 15 минуты. Все хорошо. Майкл Гарнетт, голкипер Челябинского трактора, был выбран участником матча «Звезд» в ходе голосования журналистов. Для него это уже не первый «Звездный уикенд». В 2010 году Миша выступал в составе команды «Ягра» в Минске. В том же году он стал серебряным призером чемпионата КХЛ в составе подмосковного КК МВД. Как случится для Гарнета этот год, узнаем в апреле. А это легендарный хоккейный фотограф, известный всем как «Борода». Он все утро подлавливал хоккеистов в лобби, чтобы проводить их на фотосессию. Что мы делаем? В импровизированной фотостудии Гарнетт сменил Сергея Широкова. Доброе утро. Доброе утро. Микл, один путь к мне. Вот так, да. И посмотрите. Да, перфекти. А пока Майкл спускается к завтраку, на арене Рига закончились последние приготовления к главному событию января. Подпишите, пожалуйста, к другому сашилецким клубом девятого дивизиона. Подождите, а что вам не нравится? Давайте подписываемся. Что это? Там 20 пунктов за игру. Британский. Да это за мальчик с его звезд. Да? Да. Подписываемся. Ну-ка расписывайся быстрее, быстрее. Здесь? Здесь. Все, нет квартир. В Америке. Это кредит на дом в Америке. И согласие баллотироваться вместо Обамы. Только там гутелином надо намазаться. Я голоден. Родители уже здесь. Ага. О, я не знаю. Ох. О, я не знаю. Бэкен. Мои родители приехали из Канады и они будут смотреть игру сегодня я очень рад это родители Гарната Рус и Билла они специально прилетели из Канады чтобы поддержать Майкла а заодно и отметить день рождения его папы Билла Субтитры сделал DimaTorzok 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 клюшек в магазинах. Зато они здесь, в баре. Если вот так присмотреться, будет видно Team Spirit Great Food. Это как бы вот символ, девиз, девиз этого бара. И еще одна мулечка. Еще одна мулечка. Это стена. Если присмотреться, то тогда поймешь, что это стена из шайб. КХЛ офишал. КХЛ офишал. Видите, что тут дизайнерно придумывали? Порезали пополам, вклеили. По-моему, блестящая идея. Идем дальше. Еще не все. Тут надо обойти, потому что здесь еще, видите, как пол заливает. Стулья. Ну, это больше похоже на сетку, которая размещается за воротами. Все-таки металлическая штука. Но это тоже придумали. Это угол тренера. Угол тренера. Как будто мы с вами заглянули в ноутбук человека, который готовит хоккейную команду. Посмотрите на ковер. Обязанность каждого игрока извлечь полезный урок из каждой игры и тренировки. Смотрите, какой уголок. Уголок старого хоккеиста. В Риге никуда не пропадет это дело. За российские города я бы не ручался. Но вот здесь кто-то принес, кто-то положил. Вот такой нагрудничек. У меня в детстве был точно такой же. Да у всех тех детей, которые занимались хоккей в конце 80-х, начале 90-х, обязательно были такие нагрудники. И обязательно были вот эти очень тяжелые коньки. Как мы в них катались? Я ума не приложил. Ну, как-то катались. Витринка старая. О, вот эта шайба Таллин. В детстве практически каждый мальчик, который увлекался хоккеем, собирал шайбы. И вот это был раритет. Таллинская шайба. Смотрите, она здесь по ГОСТу сделана. Там даже написан номер. Класс, давно такого не видел. Ну и все. Щиточки, глобусы, скрипка. Все связано с хоккеем. Вот такой бар. КХЛ. А, и еще одна штука. Микрофон. Тренеры достаточно часто использовали вот такую штукенцию для того, чтобы объяснять хоккеистам, что надо делать на льду. Подключали. Там фигуристы же катались. У них там было специальное какие-то приспособления, чтобы музыку включать. А туда хоккейные тренеры включали микрофон. И вот так говорили. Там ты налево, ты направо. В общем, вот эта штука здесь. Классно. Даже детство вспомнило. Ну все. Нас выгоняют. Последнее приготовление. Пора уходить. Скоро здесь начнется. Субтитры сделал DimaTorzok. Девушка, оттолиета у вас там? Он будет уничтожить эту татуату. У нас есть пакет. Вы идете на дате с одной девушкой. О, что это? Папа. Элемидейт. Или это, а, 5th wheel? Или Некст. 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 Здесь все. Сэр, есть пакет и вода? Спасибо. Я люблю Некст. Изгаза. Девушка, а, 5. Субтитры сделал DimaTorzok. Увидимся. Завел это, что Девушка будет на 20 или иди. Некст. Некид. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok